Всем привет! В одном из своих стримов, отвечая на вопросы зрителей, я увидел, что многие задаются вопросом А стоит ли переводить того или иного героя с уровня улучшения красный плюс один до красного плюс два? Сам я над этим вопросом не особо и задумывался, но решил сделать это видео, в котором поделюсь с вами своими мыслями насчет нескольких популярных героев Итак, поехали! Боюсь черепахам Небольшая потеря урона от атаки на 128 единиц и первичной энергии на 50 единиц Зато прирост магического сопротивления на 98 единиц и получаемого лечения на 10% А также незначительный прирост остальных характеристик, включая максимум уже на 256 единиц и класса брони на 18 единиц Конечно, в обычном паке черепаха все равно будет умирать после второй ульты имперского палача Но в деф паке возможны сюрпризы с доживанием до 4 ульты Преимущество перекрывает потери и я все же рекомендую переводить на красный плюс два даже с тремя вещами Имперский палач Небольшая потеря магического сопротивления на 14 единиц и урона от атаки на 126 единиц Также потеря первичной энергии на 50 единиц, шансы сопротивления немоте на 5% и потеря уменьшения времени пребывания под контролем на 5% Зато прирост магической силы на 1213 единиц, увеличение навыков на 2 и магического крита на 44 единицы, а также игнорирование магического сопротивления на 20 единиц Ну и конечно, небольшой прирост остальных характеристик до 101 уровня переводить не советую Да и после 101 уровня этот перевод остается спорным По моим личным ощущениям он стал хуже набирать ульту в начале боя, но общий урон увеличился Машинист Потеря магического сопротивления на 18 единиц, теряется броня на 8 единиц и теряется урон от атаки на 146 единиц Но машинист в отличие от имперского палача не теряет шанс сопротивления немоте Зато есть потеря первичной энергии аж на 100 единиц, но магическое силу увеличивается на 800 единиц, а магический крит аж на 58 единиц Также увеличились навыки на 2, да и по остальным характеристикам наблюдается прирост Но до 101 уровня переводить не советую, да и после 101 уровня все же этот перевод является спорным Но по моему плюсы перекроют потерю первичной энергии и остальные минусы Несущий свет Незначительная потеря шанса сопротивления немоте 5% и уменьшение времени пребывания под контролем 5% Остальные характеристики увеличиваются, пусть и совсем незначительно Переводить можно, но это не принесет ощутимого прироста Лучше подождать 102 уровня и одеть вещь с интеллектом, вот тогда будет хоть какой-то прирост Фехтовальщик с розой Большая потеря первичной энергии в 150 единиц, а также небольшая потеря брони на 18 единиц И максимальных очков жизни на 1600 единиц Совсем незначительный прирост по урону от атаки и магической силе Прирост магического сопротивления на 34 единицы и физического крита на 103 единицы Мое мнение, все это не компенсирует потерю первичной энергии И вследствие этого потерю шанса сделать первым контроль на арене Боюсь пока плюсы незначительны и стоит подождать до 105 уровня Ловец душ Уменьшение сопротивления магии на 40 и потеря магического крита на 25 единиц А также потеря исходящего исцеления на 30% и потеря первичной энергии на 50 единиц Увеличение максимальных уже на 1332 единицы Магической силы на 375 и брони на 53 единицы А также входящего исцеления на 10% Ну и небольшое увеличение урона от атаки на 82 единицы И физического крита на 30 единиц Очень неоднозначный перевод Сомнительная выгода теряется на фоне значительных потерь исходящего исцеления Я бы воздержался от перевода и дождался хотя бы 102 уровня Но даже тогда потребуется дополнительная проверка в бою, чтобы подтвердить эту мысль Манипулятор Большая потеря первичной энергии на 100 единиц Также потеря магического сопротивления на 28 единиц Остальные характеристики конечно же увеличиваются, но переводить нежелательно Главный плюс манипулятора в ее первом контроле А не в уроне, который она наносит Из-за потери первичной энергии скорее всего в контроль попадет она Я бы вообще ее не трогал и оставил на красном плюс 1 Гном воин Небольшая потеря урона от атаки на 184 и физ крита на 5 единиц Зато небольшой прирост остальных характеристик Стоит отметить прирост магического сопротивления на 98 единиц и получаемого лечения на 10% Преимущество перекрывает потери Особенно если вы используете гнома в девпаке на арене Переводить однозначно Ниндзя Ассасин Незначительные потери в броне на 25 единиц и магическом сопротивлении на 14 единиц, а также потери пробивания брони на 10 единиц, что составляет примерно 8% Также есть потеря начальной энергии на 50 единиц, а также уменьшается входящее исцеление на 10% Зато рост максимальных очков жизни на 972 единицы Урона от атаки на 502 единицы И физического крита на 119 единиц По ощущениям насчет урона ничего не изменилось Потеря пробивания брони была компенсирована ростом урона от атаки и физ критом А промахи у ниндзя никуда не исчезли А вот хоть и незначительная потеря сопротивления магии и брони, а также входящего исцеления Опять же незначительна, но уменьшила его выживаемость Которая иногда очень важна на турнире гильдии Поэтому я бы не торопился его переводить, а дождался 105 уровня Где он получает уже значительные преимущества Вот я и поделился своими мыслями насчет нескольких популярных героев Если вам понравилось и вы хотите, чтобы цикл трудности перевода пополнился еще одним видео Просто ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях О каких героях хотелось бы вам услышать в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok